друзья приветствую вас на моем блоге с вами тарас березовец и как вы знаете сегодня произошел очередной громкий мега скандал связанный с заявлением зам председателя украинской делегации в тресторонней контактной группе витольда фокина который продолжил рассказывать ереси относительно того что никакой войны между украина и россии он не видит и на донбассе находятся никакие не сепаратисты а повстанцы и эту билиберду он в очередной раз повторил на заседании парламентского комитета куда его специально пригласили для того чтобы он дезавоировал свои прошлое скандальное заявление что я имею сказать по этому поводу ну конечно господин фокин это всего лишь такая марионетка из театра кукольного карабаса барабаса где главный карабас барабас это такой симбиоз зеленского и ермака и именно к ним нужно адресовать все претензии относительно всех прошлых нынешних и будущих заявлений витольда фокина витольд фокин не сегодня стал на темную сторону силы и стал таким себе подаваном дарта вейдера и поэтому воспринимать его как нечто самостоятельное как сбрендившего с ума старика которая неожиданно решил подумать и вспомнить о своем прекрасном советском коммунистическом прошлом и которые продолжают настаивать на том что россия не является участником конфликта но это очень наивно это очень удобно как говорят таких случаях политтехнологи это переведение внимания на негодный объект так вот витольд фокин это именно тот самый негодный объект который нас хотят отвлечь от реальных кукловодов от реальных людей которые всю эту ситуацию запускает и контролирует а запускает ее и контролирует конечно же андрей ермак и господин зеленский которого многие хотят представить невинной жертвой манипуляций со стороны ермака и других его ближайших советников но это как раз тот случай когда считаю что он полностью отдает себе отчет в том что он делает витольд фокин это всего лишь человек который играет отведенную роль безусловно он искренне верит в то что советский союз распался и к наверно как путин он считает это величайшей трагедией в истории но тем не менее его мнение частное никогда было бы не интересно ни зеленскому не рмаку если бы они не понимали что через фокина они могут отрабатывать нужной им идеи через фокина они могут вбрасывать нужный им нарратив связанный с войной на донбассе которые они упорно продолжают считать и называть через фокина его устами гражданской а сепаратистов они называют повстанцами тот самый нарратив который упорно навязывал россии который она всячески поддерживает и которому и уверенно она будет аплодировать проблема только в том что фокин который представляет официальную позицию украины на международной арене не является фигурой сам по себе это не было бы трагедией если бы какой-то сбрендивший пенсионер писал какие-то блоги делал какие-то сумасшедшие заявления которые он производил начиная с 2014 года бог с ним говори себе все что ты хочешь ты отставной человек но сегодня ты уже представляешь украину сегодня ты являешься полномочным представителем на международных переговоров естественно россия отталкиваясь от этих заявлений о гражданской войне о повстанцах будет всячески говорить о том а мы говорили а ведь мы предупреждали что у них внутренний конфликт и этот нарратив будет знаете как вот кислотой потихоньку разъедать позиции между украиной и западными партнерами собственно говоря где-то все и затевалась поэтому требуя отставки фокина не забывайте что фокин это всего лишь марионетка в этом кукольном театре настоящие кукловоды их фамилии нам прекрасно известны это еще раз повторюсь это господин ермак это господин зеленский и прочее вот это про московская партия которой мы должны собственно говоря адресовать все свои претензии не переключайтесь на негодный объект не давайте возможности сделать себя объектом манипуляции всегда требуйте отставки не кукол в кукольном театре а карабасов барабасов спасибо что вы смотрите мой канал спасибо что подписываетесь ссылки на мои страницы в соцсетях фейсбуке инстаграме телеграме вы найдете под этим видео также приглашаю вас подписываться на странице моих коллег тех людей которые активно продвигают украинский национальный нарратив в сети в частности на странице моего хорошего товарища сергея пояркова с вами был тарас березовец не прощаемся держим строй и до новых встреч